Рассказывая о южноуральских морозах, Ксения Михайлова мечтала об отдыхе на берегу Красного моря под палящим африканским солнцем. Билеты в Шарм-Аль-Шейх уже куплены, но в планы ведущей прогнозы погоды вмешалась политика. Попытки государственного переворота в Египте сегодня у всех на слуху. Однако отказаться от рискованного путешествия, вернуть деньги оказалось не так просто. В турагентстве нам сказали, извините, ничего страшного, на второе число еще путевки у нас не отменяют, никто, все ездят. Так что будем разбираться, посмотрим, что будет дальше. И это при том, что Ростуризм выступил со срочным приказом туроператорам и турагентствам, рекомендовано приостановить отправку путешественников в Египет. Ключевое слово «рекомендовано», потому не все участники рынка отреагировали на просьбу властей. Путевку в Шарм или Хургаду по-прежнему можно свободно приобрести, да еще и по бросовым ценам. Единственное, теперь с туриста берут расписку, снимающую ответственность с туроператора. Он либо подписывает, либо не подписывает ее, то есть, либо он принимает решение, если он едет, несмотря ни на что, то он, конечно же, подписывает, что он снимает с нас всякие обязательства и что мы его предупредили, в общем-то. Тем временем отказников в турагентствах с каждым днем все больше. Не все фирмы возвращают полную сумму. Где-то обещают вернуть только 90% от стоимости. Специалисты напоминают, в таком случае форс-мажор бюрократии не помеха. Это все должно быть юридически правильно, грамотно оформлено. То есть, должно быть заявление туриста об аннуляции тура. И, в свою очередь, туристическая фирма должна аннулировать этот тур. Только после этого будут решаться вопросы о возврате денежных средств. Впрочем, не все спешат сдавать билеты. Практика показывает, южноуральского туриста не так легко остановить. Недавние волнения в Тунисе и нападения акул в том же Египте охладили пыл лишь 10% путешественников. Екатерина Яковлева, Георгий Красенков, СТС, Челябинск. Продолжение следует...